Здравствуйте, приветствую вас на канале Европлант Лайк. Извините. Главный дизайнер Ольга Казанцева. Я Казакина. Пусть будет главный дизайнер, правда? Старший помощник, младшего доктора. Я не согласна. Не надо никого главного. У нас три человека. Рядовой. Рядовой. Младший. Гуляют собаки, вероятно даже писают в него. Да ладно, не может быть такое. Все говорят, что собака не писает. Нет, нет, нет. Собака гуляет на улице. Так и мы тут уже начали потихонечку полоть, пока готовимся к съемкам. Рефлекс заработал. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайк. Сегодня мы в гостях у ландшафтного бюро Александровский сад. И с нами ландшафтный дизайнер Ольга Казакина. Мы в гостях на ее объекте, которое делало это ландшафтное бюро. Сад очень необычный, интересный. Мы хотели немножечко вам его показать. И чтобы Ольга нам провела небольшую экскурсию по этому саду. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну вот скажите, чем особен именно этот сад? Тем, что владельцы этого сада не хотели цветущих растений. То есть здесь не предполагалось цветников. Ну это достаточно часто распространенный, редкий запрос. Нет, это крайне редкий запрос. Люди хотят цветников, люди хотят роз, люди хотят флоксов, пионов. Обычно. А чем-то они объяснили вам, почему именно... Не любят цветы. Не любят цветы. Не любят цветы. Хотя дома полно орхидей, вообще полно домашних цветов. Ну вот так случилось, что в саду хотели бы спокойного зеленого сада. И было счастье. Они хотели создать такую небольшую опушку. Предполагалось, что соседний участок тоже будет куплен, но пока этого не случилось. И там будет настоящий лес. Это вот лесная опушка. Ага, то есть это лесная опушка, но опушка-то все-таки с гортензиями. Ну конечно. Около дома хотелось чего-то яркого. Но гортензии тоже, это не розовое что-то. Да, это такое зеленое, более или менее спокойное растение. Это ламлайты, они конечно порозовеют, но не скоро. То есть вот это сорт ламлайты, и сколько ему лет? Просто интересно, достаточно крупные кусты. Мне кажется, где-то они метра два. Они были посажены достаточно крупными, но, наверное, в два раза они выросли за четыре года. И сколько здесь кустиков? Пять. Пять кустиков. Ну вот смотрите, помимо гортензии, здесь на участке присутствует довольно много то, что называется, элементов новой волны. Злаков, осок, каких-то трав. Насколько вообще все это сочетабельно? С хвойными это выглядит всегда хорошо. И мне кажется, что вот мне хотелось бы использовать больше злаков. Иногда, нет-нет, виников не сажать. Бывает такая реакция. Но злаки всегда... Хвойные очень статичны. Злаки, во-первых, это музыка, во-вторых, это движение, а в-третьих, это воздух. Это всегда приятно. Ну и они меняются, меняется отцветка, все-таки расцветка листьев, появляются метелочки, цветения. Метелочки, метелочки отцветают, становится вот там щучка уже пожелтела. Что-то здесь посажены ранние отрастающие злаки, какие-то отрастают позже. А сока рано-рано вылезает и ярко-ярко-зеленые. Разные подобранные злаки специально. А сколько, какой размер вообще сада? Это очень небольшой сад. Сад-лужайка? Да. 12 суток здесь, в этом саду. Он очень невелик. Было условие, что мы оставляем центральную лужайку. Мы переделывали сад, мы не делали его с нуля. Лужайка, потому что играют здесь футбол, живущие в саду люди и собаки. Очень любят гонять здесь мячик. Поэтому большая территория все-таки под газон. Если бы мы планировали сад изначально, мы бы его разрезали на несколько частей. Условия были таковы. И вообще, можно до какого-то определенного момента спорить с заказчиками. В какой-то надо сдать назад момент. Потому что ты либо теряешь вообще клиента, если ты с ним категорически не согласен, может быть и надо его потерять. Но если ты готов поступиться какими-то своими придумками, то надо согласиться ему жить на тебе. Мы крайне редко сюда приходим с уходом. Мы обычно только обрезкой здесь занимаемся. Но сад таким образом спроектирован и сад таким образом посажен, что вот на третий год прополка практически была не нужна. Потому что здесь очень плотно посажены кустарники и многолетники. Сорнякам шансов особо нет. Здесь все замульчировано. И, в принципе, уход заключается в том, что надо что-то обрезать, что-то подкормить. В общем, вот все. Сколько здесь на этой территории использовано видов злаков? Видов, наверное, 6 или 7. Всего 6 или 7 видов? Всего 6 или 7 видов. Это щучка дернистая. Это осока горная. Это келлерия. Это вейник Карл Форестер. Это малиния тростниковая. По-моему, все. А вот еще там овсяница сизая. За забором здесь, тут редкий случай, когда владельцы попросили сделать участок за забором, было не все равно что. Сидит мискантус с сахароцветный. Да, но я думаю, что надо отдельно будет показать нашим зрителям участок за забором. Потому что достаточно редко люди облагораживают придомовые территории. Здесь люди это сделали и действительно в это вложились. Там посажены достаточно дорогие растения, обеспечен уход, стрижка. Это выглядит очень декоративно и всегда, конечно, приятно, когда такие истории происходят. И все чаще и в нашей стране, а не только в Европе. К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Ну, видите, мы все-таки, вы как ландшафтный дизайнер прививаете людям и вкус, и эстетику. И человек старается облагораживать не только то пространство, которым он владеет, но и то, что привыкает к его дому. Да, и это приятно, что когда-то соглашаются. Это хорошая тенденция. Ольга, расскажите про хвойные. Их здесь тоже достаточно много. Вот у вас, в принципе, они такие ландшафтно образующие, то есть основные такие доминанты в этом саду. Ну, здесь в основном обычные обыкновенные, сосна обыкновенная. Это основное здесь растение. Здесь подсажены горные сосны. К сожалению, у нас погибли те елки, которые должны были здесь расти, планировались. То есть была какая-то еще неудачная история. Была неудачная история. Неудачная история была, это была моя ошибка. Очень мне хотелось сюда посадить под окно, там где сидит сейчас сербская елка, канадские ели. И вместо того, чтобы подождать, купить на следующий год Сандерсблю, я посадила обычные конники. Конники, естественно, сгорели до костей. Мы пересадили их в другое место, там где тень, одна выжила, другая нет. Сандерсблю не нашли на следующий год достойных, но, к сожалению. Это та елка канадская, которая напоминает капельку, она не горит. Была посажена сюда сербская елка. Мы ее стрижем, надо еще покруче за нее взяться. Вот это была единственная неудача. В принципе, мы всегда соблюдаем агротехнику и отпадает на очень мало растений. То есть, вот те положенные 10 процентов никогда не бывает. То есть, даже меньше 10 процентов? Нет, меньше одного процента, на самом деле. Это отлично, это очень хороший показатель для Ленобласти, тем более. Ну, здесь ничего такого, что вымерзало бы, не могло бы здесь жить, просто не посажено. Такие были условия, что ухаживать за этим никто не готов. Укрывать розы никто не готов. Плясать с бубнами вокруг каких-то экзотов никто не готов. Значит, то, что растет у нас без проблем. Ну, вот смотрите, я вижу подпорную стеночку. Несмотря на то, что участок абсолютно ровный, подпорная стеночка существует здесь. Вот там чуть дальше тоже цветник оформлен в виде подпорной стенки. Чем продиктовано такое инженерное решение? Желанием заказчика. То есть, исключительно декоративностью? Исключительно декоративностью. Ну, здесь, может быть, мы приподняли немножко растения на подпорную стенку, дали эти лишние 50-60 сантиметров высоты, чтобы быстрее закрыть забор. Потому что растения не покупались большими. Сосны, на самом деле, выросли очень сильно за эти 4 года. Единственное, что было куплено крупным, это липа. И это тоже, ну, такая вот, те липы, которые были куплены мелкими, они уже доросли и переросли эту огромную липу. Вот это вот посадки крупномеров. Сосны страдали первые 2 года очень сильно. Они были такие не пушистые, они были такие прозрачные, несчастные. Ну, потом, деваться некуда, жить захочешь. Они такие стали хорошие. Ну, они никак не формируются, да? Нет, мы подрезаем сосны. Щипете? Нет, убираем лишние ветки. Убираем те ветки, которые слишком длинные. Сосна обыкновенная вообще имеет свойство оголяться снизу. Здесь у них достаточно солнечного света. Я надеюсь, что это не скоро произойдет, они облосеют снизу. Ну, в принципе, что-то самое высокое, что-то вытянувшееся мы удаляем. Ну, то есть, все равно вы поддерживаете природную форму. Поддерживаем, да. То есть, это не топиарная никакая стрижка, а санитарная обрезка и просто формирование природной формы. Да, очень легкая обрезка, на самом деле. Мы здесь активно обрезаем можжевельники. Наверное, все, больше ничего не решим. Ну, а вот какие почвопокровные растения вы использовали, чтобы подбить вот эти вот подушечки и композиции? Ну, самое лучшее почвопокровное растение из кустарников, на мой взгляд, это стефанандра надрезанная листная. Вот там точно враг не пройдет. Ни в коем случае. Это красивый кустарник. Цветет, мог бы и не цвести. Очень хорош в массе. Прекрасен осенью. Оранжевый, яркий. Ну, это такая попса уже. Может быть, здесь у вас было что-то поинтереснее? Это не попса. Я смотрю, вот там есть рядом со стефанандрой очень интересный массив. Причем еще и цветущий, что в этом саду редкость. Тут помимо гортензии, по-моему, это второе цветущее растение. Нет, тут еще цветут, конечно, весной. Флоксы шаловидные и флоксы дугласа. Тут там цветет. Ну, что-то мелкое, типа тимьяна, тут иногда цветут, если им дают. Вернемся к нашей анемоне, Ольга. Да, к анемоне вернемся. Здесь использовано прекрасное лесное растение, поскольку мы создавали лесную опушку. Это анемона канадская. Она агрессивна, достаточно сильно агрессивна. Она очень быстро затягивает все щели, дыры в цветниках, и она гуляет. То есть она может здесь прорасти, потом уйти куда-то. У нее достаточно мелкий цветочек, но она цветет дважды в год. Первый раз она активно цветет в мае, она вся покрыта белой вот этой пеной. А потом она начинает так процветать чуть-чуть в августе. В лес прекрасно. Вообще можно в лес подсадить. Она выдерживает кислые почвы, она совершенно неприхотливая. Я не помню, чтобы она с чем-то болела, выпадала. Чудесное растение. Это очень нужное растение. Все ландшафтники не любят агрессивные. А садоводам как раз это то, что надо. Потому что всегда есть какое-то место, которое нужно заполнить. Сныть не проходит сквозь канадскую анимону, пробиться вообще невозможно. То есть там никаких сорняков нет. В этом году вылезла такая одна несчастная. Как-то попавшая туда, ее выдернули и все. Больше никаких. И вообще сад на четвертый год своей жизни он приобрел именно те свойства, которые хотелось изначально. Малоуходные. Которые проектировались. Но всегда нельзя ждать, что ты посадил сад и сразу из этого сада получилось что-то вау. Но еще можно посадить крупномеры. Но посадить многолетники так, чтобы цветник сразу был невероятен. Я не знаю. Технически правильно сажать не очень большие деленки. Поэтому и процент выпадания будет меньше. Да, меньше. Потому что чем мало растение, тем оно легче приживается. Я смотрю здесь люди с тонким эстетическим вкусом. Они полностью отказались от огорода. Нет. Я нигде не обнажил грядок. Я вам могу показать. В тайном месте. Просто они есть. Очень маленькие. Вот так вот. И мне очень понравился на самом деле цветник на подпорной стенке. Потому что я помню мы разговаривали с Мариной Шиманской. По поводу злаков и невянников. И теперь я увидел как это выглядит. Интересно тоже очень посажено. Злаки посажены на передний фон. А невянник на задний или нет? Нет. Невянник был посажен и между. Но щучка выдавила невянник. Ах вот все-таки. Коварная щучка победила сортовый невянник. Сортовый невянник победил. Не до конца. Но ему там просто солнышко мало. Но с Митой замечательно. Щучка закрыла. Там он как-то еще через эту вуальку выглядывает. Но в первый год невянник побеждал. Мы были за него. Мы за него болели. Но не случилось. Мне кажется, что мы насыпаем достаточно плодородный грунт. И это для щучки такой праздник, праздник. Она начинает вегетировать с бешеной скоростью. И вырастать каких-то полтора метра для щучки. Это все-таки многовато наверное. И мы решили, что будем использовать ее либо сольно, либо с чем-то тоже таким достаточно активным. Ольга, скажите, вот там еще есть две замечательные такие голубые кочки. Очень красивые. Это овсяница сизая азурит. Вот очень красивое растение. Скажите, оно в игротехнике сложное? Нет. Как и все злаки. Ну, как и все злаки. Злаки-то бывают разные. К сожалению, да. Те злаки, которые рекламирует петудольф, многие у нас не очень хорошо хотят расти. Ну, например. Вы меня ставите в тупик. Я же не настоящий сварщик. Я же не так хорошо владею знанием материала. Конечно, есть злаки, которые у нас растут плохо. Но, в принципе, выбор огромен. И для нашего климата. И плакать по тому поводу, что что-то у нас не растет, что растет петудольф и смешно. Но зато у нас прекрасно просто. Раживаются четыре сезона. Это у нас разнообразие сезонное. Есть чем наполнить сады. Причем можно в разных совершенно стилях, в разных направлениях. Можно эту же щучку использовать как-то совершенно неординарно. Я вот сегодня мечтаю к розам ее куда-нибудь подсадить. Ну, она вот такая, мне кажется, вообще самодостаточная. Она сидит на гравийной такой отсыпке. Выглядит очень самодостаточной. Она прекрасно смотрится с хвойными. Надо вовремя обрезать весной. Ее эти кочки не обрезали немножко неаккуратно. Их не обрезали весной. Их надо было убрать совсем старую листву. Тогда было бы еще лучше. То есть еще они все-таки требуют определенного агротехники. Злаки вообще все требуют. Вот сад, который не нужен уход, вообще таких садов не бывает. Даже если вы посадили сплошные злаки, все равно придется ухаживать. И по весне, если... Мы оставляем злаки на зиму. Зимой, вот этой зимой вообще все было прекрасно. Они выглядели, поскольку снега не было. Их ничто не сломало. В ине они были. Это было очень хорошо. Но весной надо не упустить тот момент, когда не пошли еще молодые листики срезать кочку. Тогда, если листики пошли, когда вы обрезаете кочку, вы обрезаете эти листики. Они меняют форму. У них высыхают кончики. Это некрасиво. Мы стараемся успевать. Но здесь вот мы не пришли вовремя или нас не пригласили вовремя на этот участок. Поскольку здесь есть садовник, который иногда приходит и что-то делает. И вот случилось такое, что не успели обрезать эти кочки. Ольга, я знаю, что в этом саду есть маф. И этот маф послужил названием для этого сада. Нет, нет, нет. Это улица совиная. Поэтому случайно мы заехали совершенно на другой участок и покупали камни. И увидели камень, из которого местный умелец сделал сову. Купили его сюда, не договариваясь с заказчиком. Просто привезли и поставили. Называется теперь сад совой. Все. Ольга, вот мы стоим с вами в очень интересном уголке. Он такой совершенно нововолновой и прекрасное растение. Сейчас очень модное, которое называется кровохлебка. Я не ошибся? Нет. Кровохлебка лекарственная. Лекарственная, я знаю, есть еще тупая. Есть. Ну вот это мне нравится больше, потому что она выглядит менее нарядно. Да. Это правда очень модное растение. Сажают его куда только можно. Не попадя. Куда не попадя, да, буквально. Мы ездили в прошлом году на сады и люди. Я говорю, если бы я не была ландшафтным дизайнером, а была просто Ольгой Казакиной. Вот я прошлась по улицам Москвы. Я бы не поняла, почему выбор растений у всех одинаков. И кровохлебка есть в каждом саду, буквально. Вот на самом деле растение, которое можно в разные цветники, в разного совершенно плана вставлять, совершенно неприхотливое, замечательно зимует. Можно на зиму не срезать соцветия, оставлять их. И, в принципе, это украшение такое зимнее сада тоже. Весной можно обрезать. И снова кровохлебка растет, она очень долго цветет. Это она уже отцвела. Называется крылья жука. Она поярче, когда цветет. Будет соять до зимы такими шишечками. Я слышал, что у ваших клиентов как раз с этим растением возникло некоторое недопонимание. Да. Говорят, оно пахнет. Мы так и не смогли уловить запах. Но вот нам пожаловали, что оно пахнет, мы его будем отсюда убирать. Я думаю, что мы сюда посадим Василисник Длавия. И он не пахнет точно. Не будет мешать запах. Ну вот пока на террасе столько времени не проводили, никто не обращал внимания. А ситуация изменилась в семье. Очень часто на террасе сидят заказчики, им неприятен этот запах. То есть запах у нее есть, говорят, в жаркие. Специфический. Специфический. В жаркие какие-то видимо дни. Может быть не попадало на ее цветение жарких дни раньше. А сейчас столкнулись с этой проблемой. И, Ольга, наконец-таки я увидел огород, который действительно совершенно маленький. Он буквально по-моему метра два квадратных, если не полтора. Но там много достаточно есть всего. Там пряный цветник, можно сказать, или пряная грядка. Пряные травы. Пряные травы. Там сидят томаты. То есть это настоящий полноценный огород. Это, конечно, не полноценный огород. Это такое модное развлечение. Как бы нужен огород. Иногда спрашиваешь, зачем? Ну, потому что у всех есть. Ну, потому что как бы да. Но потом, с другой стороны, вот такой вот маленький огородик, особенно у террасы, где часто находится семья, очень оправдан. Там травки, которые можно добавить в чай или в какой-то салат. И, в принципе, современному владельцу участка зачастую не нужен этот огромный огород. Хотя у нас здесь рядом есть участок, где теплица с подогревом, с освещением, где там в декабре зреют огурцы. Ну, это редкость, скорее исключение. Но, в принципе, декоративный огород заказывают практически всегда. Даже если нет, то просят одну-две грядки. Мы иногда делаем на террасах. Ставим такие контейнеры на роликах. Куда сажаем укроп, петрушку, чтобы хозяйка делает салат. Она здесь же нарезала. Ольга, ну, вот тут очень высокие грядки сделаны. Прямо очень высокие. Чтоб человеку не нужно было наклоняться. Вообще все растет на уровне опущенных рук. А вот такие грядки, они же, наверное, очень требовательны к поливу. Да, требовательны к поливу. В этих грядках достаточно быстро высыхает почва. Туда можно добавить всякие разные гранулы, типа водохлёба. И будет гораздо все лучше. Ну, в принципе, вылить лейку на такую площадь, это несложно. Если бы у нас случалось так, что мы вынуждены были сделать весь огород. Мы часто делаем, не часто, а всегда делаем приподнятые грядки. Это удобно. Удобно не нагибаться, удобно. Мы иногда делаем их из бруса на нее. Можно просто сесть и там полоть, я не знаю, что там делать. Ольга, спасибо вам за замечательный рассказ. Я желаю вам творческих успехов. Спасибо. Побольше таких клиентов, которые оценят ваш вкус и ваши умения. Нам было очень приятно приехать сюда, полюбоваться этим садом. Огромное спасибо еще раз на Ландшафтному бюро Александровский сад за то, что пригласили нас. Всего доброго. Смотрите канал Европанд. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok